Дорогие читатели, предлагаем вам послушать рассказ Марина Арамштам «Жил-был шорох». Маленький шорох родился осенью, вместе с поздним лесным опёнком. Опёнок пробивался к свету, а шорох изо всех сил помогал ему шуршать листиками, устилавшими землю в лесу. Но и опёнок, и шорох были совсем крошечными, и шуршание получалось у них еле слышное, заметное лишь муравью. Ну что муравью до шороха? Он слишком спешил по своим муравьиным делам. «Скоро зима!» – заметила проходившая мимо толстая ежиха. «Не хочешь замёрзнуть? Поищи себе домик!» Маленький шорох решил, что это приглашение, и побежал за ежихой. Опёнку он был уже не нужен. Тот выбрался из-под листьев и торопился поскорее состариться, чтобы выбросить споры на землю до первого снега. Ежиные лапки деловито шаркали по лесной осенней тропке. Шорох забегал то слева, то справа, торопился не отстать от ежихи, и в попыхах даже пару раз укололся беголке. «Тьфу ты, неугомонный какой!» – проворчала ежиха и залезла в дырку между корнями старой сосны. Здесь она свернулась клубком и уснула, а маленький шорох примастился рядом. «Как там опёнок?» – подумал он и затих. Время шорохов кончилось. В лесу теперь гуляли лишь скрипы да трески, потому что снег укрыл всю землю, все опавшие листья и сломанные ветки и пеньки. Да к тому же начались морозы. Чтобы не замёрзнуть, шорох плотнее прижался к тёплому животу ежихи. Когда ему становилось скучно, он легонько щекотал её. Ежиха пофыркивала и дрыгала во сне лапками, а шорох тихо смеялся. Наконец пришла весна. Стало тепло, и в норе появились ежата. Вместе с ними на розы селили чмоканье, писк и толкотня. Вначале шорох старательно помогал ежихе ухаживать за малышами. Особенно, когда она, отправляясь на охоту, закутывала их в одеяльца из мха и листьев. Но ежаты росли, толкотня и писк росли вместе с ними, и скоро в норе стало довольно тесно. Шорох вздохнул и решил, в нём больше здесь не нуждаются. Он последний раз поправил лиственное одеяльце, погладил ежат по мягким иголкам и выбрался наружу. Куда податься? Мимо пробегала лиса. Шорох прицепился было к её хвосту, но лиса охотилась на зайца. И шорох, который за зиму заметно подрос, был ей совершенно не нужен. Поэтому лиса довольно бесцеремонно стряхнула его с хвоста. Шорох отлетел в сторону. Больно ударился о ствол большого дерева и угодил в камыши, плотным кольцом окружавший маленький лесной прудик. Шлёп! Таун пришёл в себя и огляделся, то вынужден был сказать лисе спасибо, хотя она и обошлась с ним довольно грубо. Лучшее место для жизни отыскать было трудно. При каждом дуновении ветерка камыши начинали шевелить листочками, шептаться и пересказывать друг другу последние лесные новости, утешительные и неутешительные. Конечно, они неисправимые сплетники, но тихие и совершенно безвредные, подумал про себя шорох и тут же принялся помогать камышам шуршать. Те обрадовались и закачали своими пушистыми метёлками. Так они и зажили. Шорох теперь лишь отдалённо напоминал того малыша, что появился на свет вместе с опёнком. Он научился шептать на разные голоса, шелестеть то тише, то громче и не стеснялся вступать в спор с ветром, когда тот нёс совершенно откровенную чушь. Например, о том, как ежиха запасает в ноябре яблоки, чтобы лакомиться ими зимой. Ежиха зимой спит, сердился шорох. Ветерок тут же с ним соглашался, но на следующий день сообщал, что ежиха запасает грибы. Как-то раз к пруду прибежал мышонок. Хвостик его мелко трясся от страха, но он был хорошо воспитан и вежливо попросил. «Будьте так добры, спрячьте меня, пожалуйста, от злой, огромной, зубастой, страшной-перестрашной кошки». Камыши согласно кивнули метёлками и мышонок ёркнул в укрытие. Тут появилась кошка. Она была совсем не огромная и не такая уж страшная. Обычная кошка, серая, с тёмными полосками. И, наверное, кошка не была особенно злой, скорее, просто голодной. Нечего удивляться, что кошка хотела съесть мышонка. Но ш-ш-ш-ш. Шорох поднялся во весь рост и стал шевелить траву, шелестеть и шуршать так, что могло показаться, будто в камышах сидит другая кошка, в три раза больше той, что охотится за мышонком. И камышовая кошка на самом деле злая и страшная. Она, если только захочет, проглотит обычную полосатую кошку. Полосатой кошке стало не по себе. Она поднялась, потянулась и нарочно зевнула, будто ей просто наскучилось сидеть на берегу и слушать глупые шорохи. Потом кошка для вида повертела кончиком своего полосатого хвоста и с достоинством пошла прочь, даже не оглянулась. «Подумаешь, камышовая кошка!» Шорох тут же свернулся и затих. Мышонок еще не решался высунуть нос из заросли камыша, и шорох осторожно тронул его за хвостик. Хвостик больше не дрожал. Шорох ласково погладил мышонка по серенькой спинке и решил, что будет с ним дружить. Если, конечно, мышонок поселится где-нибудь неподалеку и будет приходить к нему в гости, пошептаться и пошуршать мягкой травкой на болотных кочках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!